АвтоВАЗ подвёл итоги уходящего года. Если говорить сухим языком цифр, то российский рынок принял 350 тысяч новых машин из Тольятти и Ижевска. Так что, несмотря на постоянные остановки конвейеров, динамика относительно 2020 года положительная. Плюс 2%. Любопытно, что самой продаваемой моделью оказалась Веста. Впрочем, зная внутривазовскую кухню, такой расклад легко объясним. Ижевский завод, где делают флагманское семейство, почти не страдал от простоев. Что будет дальше? До сих пор планы были довольно туманными. Ведь после отставки Стива Маттина, который покинул АвтоВАЗ чуть больше года назад, отдел дизайна марки «Ладо» перестал выдавать хоть сколько-нибудь значимые инфоповоды. На заводском YouTube-канале периодически возникают обзоры давних концептов из запасников фирменного музея. А кроме того, в Москве и Тольятти сняли пару показных манифестов, рапортующих об усиленной работе над новыми проектами. Впрочем, пока публике предъявили лишь единственный тизер грядущей «Нивы». Притом стиль, придуманный Стивом Маттином, полностью отвергнут. В основу грядущей новинки лягут ретромотивы продиктованной классической «Нивы». Следующее поколение «Нивы» появится не раньше, чем почти через три года. И понятно, что к тому времени дизайн автомобиля изменится. Он будет сильно отличаться от тех скетчей, которые вы видели раньше. Скажу больше. Машина уже изменилась. Новое изображение мы обязательно опубликуем. И я гарантирую, что новая внешность покажется вам интересной. А вот рестайлинговая «Веста» сохранит маттиновский «Х-Фейс». Машина почти готова. Но, как уверяют источники телеканала «Автоплюс», у предсерийных машин возникли проблемы по части мультимедийных комплексов. И сейчас разработчики спешно ловят блох. Кроме того, в 2023 году публику порадуют неким кроссовером, который вазовцы называют «Х-Коуд». Напомним, что под этим именем на московском автосалоне 2017 года публики демонстрировали стильный SUV на базе «Калины». Конечно же, в число новинок входит модель сегмента «Б», которая дебютирует через несколько лет. Но всю информацию об этом автомобиле мы и раскроем позже. Сейчас слишком рано обсуждать детали. Что это будет за машина, не совсем ясно. Скорее всего, некая разновидность второго поколения Гранты. Дальше последуют премьеры третьей «Нивы». Сначала «Лада» выкатит короткобазную версию, за которой последует длинный вариант.